Льется просто кипяток. Повреждения вся квартира, стены, обои, пол, потолок. Совсем не праздничное завершение дня ждало жителей проспекта Красноярский рабочий 8 марта. Из-за разбушевавшейся стихии старый дымоход на крыше дома обрушился и сорвал трубы с горячей водой. Да так, что жители трех самых пострадавших квартир ощутили на себе всю мощь Ниагарского водопада. Совершенно новый ремонт, совершенно новый пол, совершенно новый диван. Льется просто с потолка. Соседей сверху дома нет, у них с порога вся квартира в воде, в подъезде вода. Людмила рассказывает, лила из всех щелей. По закону подлости ее дома в роковой момент не оказалось. А когда пришла, ощутила весь спектр негативных эмоций. Тем не менее, времени на раздумья совсем не было. Нужно было действовать, чтобы спасти хотя бы что-то. Сын звонил в управляющую компанию, диспетчеру. Соответственно, когда льется все, кипяток и караул, диспетчер говорит, что через час, я слышу, что через час аварийка приедет. Это караул просто, потому что, ну, судя по тому, что мы в квартиру сразу первым делом поднялись в третью, не в третью, на третьем этаже, там из-под двери лилась вода на площадку. Соответственно, понятно, что это долго. Соседи, значит, сказали, что это уже час как льет. В 2.05 дозвониться невозможно, потому что там очередь 27-я была и ждать невозможно, потому что что-то нужно делать, что-то спасать. Сколько теперь предстоит восстанавливать, Людмила боится представить. Тем более, что ремонт в квартире достаточно новый. Тем не менее, само здание 55-го года постройки. И, соответственно, все конструкции уже потрепанные. Усугубило ситуацию и отсутствие кровли. Ее сейчас ремонтирует SkyEnergo, а сам дом обслуживает ЖСК. Пока на месте никаких восстановительных работ не происходит. Единственное, есть рабочие, которые занимаются непосредственно кровлей. Но вот поврежденные участки закрыли досками, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. На местах уже побывали и сотрудники управляющих компаний, и застройщики, которые, вероятно, оценили ущерб и строят дальнейшие планы, как все это восстанавливать. Еще одно испытание стихии 8 марта предстояло пройти красноярскому флагу на Сопке, который, к слову, уже страдал из-за сильных порывов в начале января. Сильный ветер не утихает и сегодня. На Сопке это ощущается еще сильнее. Устоять на ногах здесь иногда бывает тяжеловато, поэтому не мудрено, что и красноярский триколор не выдержал такого напора. Поэтому флагшток снова пустует. В агентстве по туризму отчитались, что из-за сильного ветра на мачте флагштока деформировал скрепление. И пока ремонтируют оборудование, сам триколор решили снять. Делились кадрами последствий наши подписчики. Так, например, 8 вечером сорвало покрытие с гаража. На загородных трассах была нулевая видимость. Страдали и рекламные щиты. Всего же за вчерашний вечер в аварийную службу поступило порядка 30 жалоб. Это, например, повреждение шифера на крыше, которое сорвало, и были повреждены два автомобиля. Также деревом были повреждены электрические провода. Ряд домов в многоквартирах оставались без света. Нужно было проводить переключения. В любом случае все сообщения фиксировались, передавались бригадам и оперативно устранялись. В течение дня сегодня также районы и администрации совершали объезды. Если где-то что-то выявлялось, то в оперативном порядке все это устраняется либо силами мобильных бригад, либо это городские службы дорожные, либо подрядчики, которые обслуживают дорожные знаки, светофоры и другие объекты благоустройства. Судя по прогнозам, пока ветер продолжает бушевать, а значит и службы находятся в режиме готовности. Однако завтра стихия должна успокоиться. Тем не менее, еще раз напомню и о существовании аварийной службы 005, куда можно и нужно сообщать о любых проблемах, возникших из-за ветра и любой другой стихии. Присылать фото и видео последствий можно и в любые соцсети и мессенджеры ТВК, на тот случай, если вдруг вы все-таки останетесь неуслышанными. Полина Михальчук, Владимир Антонов, Новости ТВК.